Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы вас познакомить со своим заказом вкусных и приятных ароматов. Такие вот три парфюма. Эти парфюмы я заказывала в компании P.D.P.A.R.I. Компания занимается производством аналоговой парфюмерии, то есть изготавливает парфюмы, которые на 99% похожи на брендовые, но в наших оригинальных флаконах. Качество парфюмов смело можно назвать французскими, так как все ингредиенты для парфюмов закупаются во Франции. Производство легально, что подтверждает сертификат. Компания P.D.P.A.R.I. дает возможность порадовать себя и своих близких брендовым ароматом, не переплачивая за маркетинг и рекламу. Вы экономите на флаконе, но получаете французское качество. Итак, что же я себе заказала? Два аромата я себе заказала по 30 мл. Они приходят в пластике, в таких вот простых флакончиках. И один аромат я себе заказала 50 мл. Он приходит вот в стекле. Такой вот тоже простой флакончик. Что же за ароматы я себе заказала? Итак, давайте вот вас познакомлю вот с этим ароматом. Этот аромат Lady Million Lucky. Lucky переводится как радостный и счастливый. Аромат относится к фруктово-цветочным. Вначале можно услышать вкусную спелую малину, но этот аромат длится недолго, где-то минут 20. Потом наступает очередь красивых цветов. Это роза, жасмин, лесной орех и мед. И завершает следующие ноты. Это сандал и белый кедр. Объем, еще раз повторюсь, 30 мл. Потрясающий аромат. Я его уже наносила на себя. И хочу сказать, он вообще, ну не знаю, по моим впечатлениям, он ничем не отличается от оригинала. Такой же стойкий. И полностью повторяет оригинал этого парфюма. Итак, второй парфюм тоже 30 мл. Это я себе заказала Кирке. Когда я вдыхаю этот аромат, я отчетливо и ярко слышу аромат персика, подкрепленный черной смородиной. А еще в этом аромате присутствует цветочное сердце. Это из жасмин. И это цветы гелиотропа. И даже ландшевые оттенки. Они тоже достаточно ярко и активно подтверждают наши верхние нотки персика из черной смородины. Еще в аромате есть такая томность, которая идет от пачули. Именно она дает этому аромату что-то такое, что не скажет, что этот аромат на каждый день. Пачули придает ему такую прям нежную глубину. И в конце аромата чувствуются сладкие ванильные ноты. Очень мне тоже понравился этот аромат. Также я считаю, что вообще ничем не отличается от оригинала. Итак, и еще один аромат. Аромат Bright Crystal от Versace. Этот обольстительный аромат открывается фруктовыми нотами эксотического юзу. И нежной горчинкой с белого граната. Приправленный обжигающим ледяным аккордом. Ну и с плетением пышного пиона, снежным лотосом и благородной магнолией. Этот аромат универсален. Его можно носить в холодную погоду. И тогда он согревает. А если вдруг вам жарко, он вас немного охладит. Но особенно он хорош для весеннего сезона. Когда все вокруг благоухает и цветет. Также мое мнение, что этот аромат ничем не отличается от оригинала. Также хочу обратить ваше внимание, что у компании P.D.P.R.I. Заказать товар можно только на сайте. По ссылке в описании. Как происходит оформление заказа? Выбирайте парфюмы на сайте. Оставляйте свой номер телефона. Ждете звонка оператора, который оформит заказ. Оператор может подобрать аромат по вашему вкусу. И сделать изменения в заказе. Все необходимые ссылочки для заказа по России, а также все ссылочки для заказа по Украине, вы найдете внизу в описании под этим видео. Я вам всем желаю сладкого шопинга и приятных покупок. Всем доброе утро! Я проснулась в прекрасном настроении. Вы знаете, я вчера легла, я так долго не могла уснуть. Я ворочалась и ворочалась и ворочалась. И все мне не так, и все мне не едут. Но в итоге уснулась, сегодня проснулась. И такая думаю, что я так рано проснулась в 6 утра. А у меня тут соседка со мной лежит. Эта такая говорит, да нет, по нашему-то времени уже 9. А у меня часы на телефоне уже перестроились под московское время. Ну, сами как бы это. По московскому 6, а по нашему-то уже 9 утра. Я такая, а, ну тогда нормально, потому что я проснулась. В общем, я проснулась, умылась, сажусь завтракать. У меня такой, знаете, легкий-легкий завтрак. Что мне сегодня на завтрак, сейчас вам все покажу. У меня чашечка капучино, сверху шоколад. Вот, и здесь у меня, я брала с собой печенюшечки, чокупай и тоже печенюшки. Короче, сейчас печенье попью, и если не хватит, то я потом еще йогуртом все это, да закрою еще йогурт себе брала. И у меня там еще есть в пакете фрукты, но фрукты я пока не хочу. Там апельсинки, яблочки брала. В общем, попью сейчас кофеек. На обед сейчас это узнаю. Тут вроде как, ну, можно ходить в вагон-ресторан кушать, а есть еще то, что тебе могут прямо сюда в вагон принести еду. Ты заказываешь, и тебе приносят. И вот я вчера смотрела меню, мне проводница давала, ну, то, что если в вагон принести, то вагон получается намного дешевле, чем если идешь в сам ресторан. То есть там уже укомплектованный, допустим, ну, если то, что вот тебе сюда принесут, там уже укомплектованный обед. Ну, к примеру, там, я не знаю, какой-то там гарнир, гуляш, салат, что-то такое. И этот обед стоит, допустим, 300 рублей. А, ну, в ресторане я вам показывала, там один только салат стоит 300 рублей, просто нарезка огурцы и помидоры. Ну, как бы это там дороже все. Ну, не знаю почему, хотя это то, что мне сюда принесут, это тоже будет готовиться в ресторане. Это, знаете, наверное, как я это... Когда в кафе приходишь, есть основное меню, а есть бизнес-ланч. И бизнес-ланч, он обычно дешевле, чем основное меню. Это вот, я так поняла, такая же система, что если вот сюда такой готовый заказываешь, то это как по цене бизнес-ланча. Вот, ну, сейчас позавтракаю, схожу к проводнице, попробую у нее заказать обед. Если получится, то закажу за 300 рублей. А если не получится, то на обед тогда, ну, если они мне откажут, то пойдем опять в ресторан с вами обедать. В общем, я завтракаю. У нас, кстати, хорошо сейчас, этот поезд остановился. Прям тишина. А то так это, на какой-то станции. На улице уже прям лето. Я вам, помните, показывала, то, что от нас уезжала, у нас было плюс один. И тут прям вообще погода как шикарная. Плюс 22. Плюс 22, да? Ну, тут вообще, говорю, уже лето. У меня летней одежды вообще практически нету. Я вот, помните, показывала вам, покупала шорты для беременных. Ну, и там кое-как натягиваю на себя футболку. Еле-еле душа в теле. Ну, она у меня такая уже, видно, что маленькая. Вот. Сейчас вот приедем, буду себе что-то покупать. Ну, какие-то летние сарафанчики надо покупать. Потому что мне в этом году даже в чемодан упаковывать было нечего. Я еще не возьму, но прошлогоднее то, что я там в прошлом летом носила. Мне все маленько, мне ничего не налазит на мое пузо. Ой, короче, это... Я говорю, зато, говорю, удобно, не надо чемоданы везти, как раньше. Постоянно полный чемодан этот, тяжеленная одежда. Сейчас думаю, что я в него упаковать? А упаковать нечего. Носи нечего. Ладно, все, я долго болтаю, мне сейчас кофе остынет. Я завтракать. Все, я позавтракала. Я уже сходила к проводнице. Заказала и обед, и ужин. Вот этот, который недорогий, который приносит в вагон. Потом посмотрим с вами, как это будет выглядеть. Ну, понятно, что это будет отличаться от того, как мне подали все в ресторане. Я вам вот вчера показывала. Но это дешевле. В общем, обед мне обошелся 390 с чем-то рублей. Ну, короче, грубо говоря, обед 400 рублей. И ужин будет стоить что-то около 350 рублей. Но это получается я... Ну, вот если прям вот грубо-грубо говоря, я на 1000 рублей и пообедаю, и поужинаю. А там я только пообедать смогу на 1000 рублей. Поэтому, ну, выгоднее, короче, здесь есть. Ну, тут еда будет попроще. Ну, мне достаточно будет. Я одна, мне десятерых кормить не надо. Так что потом вам покажу. Все, мы уже едем. Я уже позавтракала. Сейчас вам покажу природу. Посмотрите. Вообще, я обожаю ездить в поездах. Мы тут... Я не снимаю, но я тут еду. Мы в купе вдвоем. Я и еще женщина Галина со мной ездит. И мы вот с ней сошлись во мнении, что в поезде ехать очень-очень круто. И что мы обе любим смотреть в окно, балдеть, разглядывать природу, где, в каком регионе, как, что. Не знаю, в поезде ехать это своя такая, знаете, супер атмосфера. Супер такое там. Из-за мне очень нравится. Я говорю, я могла бы и месяц ехать в поезде. Ну, если бы никуда не надо было спешить, я бы ехала и ехала и ехала и ехала. Единственное, что, простите меня, конечно, но я сегодня не хочу краситься. Мне очень-очень лень. Завтра уже, завтра, ну, я приеду, получается, где-то в 11, что ли, дня. Я не помню, по билету посмотреть. По-моему, в 11 дня я завтра приеду. И завтра с утра накрашусь. А сегодня я не охота. Зачем? Да еще тут, сами знаете, тут в вагоне же кранчик такой, ну, неудобный. Там, знаете, как это, умывальники раньше были, когда на него нужно надавливать, чтобы водичка потекла. То есть нет такого, что ты его так открыл, и он течет. И смывать косметику особенно, ну, неудобно. Так-то умыться еще куда не шло. А косметику это вообще тяжело смывать. Так что проще быть ненакрашенной. Ой, здорово, обалдеть. Ну, единственное, что не знаю, что снимать в поезде. Вот что снимать в поезде. Мы сейчас будем целый день, наверное, валяться, гадать кроссворды, читать какие-нибудь книжки, да? И ничего не делать. Поэтому снимать особо нечего. Ну, что-нибудь поснимаю. Наверное, в поезде будет сниматься одна еда. Я обедаю, я завтракаю, я ужинаю. Это единственное, что тут происходит. Сейчас, вон, я себе купила кроссворд и ручку. Вот у меня тут. Сейчас достану, буду лежать, гадать. Потому что больше не знаю, чем тут еще заняться. Очень вкусные, кстати, печеньки. Я первый раз вот эти мелко купила. Ну, я, конечно, их видела в магазине 500 тысяч раз. Но у них ценник такой недостаточно дороговатый. Я их никогда не покупала. А это в поезд купила. И вот, знаете, попробовала. Мне прям так понравились. Такие прям вкусненькие-вкусненькие печеньки. Так скажу, они стоят своего ценника. Бывает, что-то даже подороже купишь, а оно фигня-фигнёй. Нет, эти стоят своего ценника. И тук тоже прикольные с сыром печеньки. Мне понравились. Ну, солененькие, но прикольные. Вкусненькие. Все, буду лежать и смотреть в окно. Так, мы тут приехали на какую-то остановку. Сколько остановка будет? Минут 20. Что-то около 20 минут. Мы решили выйти. Подышать свежим воздухом. Да, 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 да. Сейчас. Только мы еще пока не остановились. Мы уже должны остановиться совсем скоро. Сколько мы минут 20 будем стоять? Или побольше? Долго. Долго? 40. 40 минут. О, вообще кайф. Мы гуляемся. Мы гуляемся, да. Вы, главное, без нас не уедьте. Вы, главное, вернитесь. А вы, главное, не уедьте через 20 минут. А то вы что сказали, 40? А сами через 20 уедете. В расписании 40. Так, так, ну, все. Беременяшечка спускается. Опа-опа. Где-то мы тут видели. Порадовка. Пошли туда. Ну, ничего, пройдемся. Так, у нас 10-й вагон. Мы все помним. Это Галина, это я с ней еду в купе. Моя соседочка по кровати. По поездам. А, а где мы остановились-то? Как это называется? Бугульма. Бугульма. Мы в Бугульме. Ой, да тут вообще жара. Я в шортах, смотрите. Я в первый раз в шортах. Ну, я имею в виду, чтобы на улице. В этом году люди уже, наверное, загореть успели, да? Мы только это, увидели солнышко. Вон написано какие-то продукты. Только сюда пока перейти. Никак не перейдешь. Надо где-то там искать переход. А вон вижу, да, тоже. Ой, классно, мы сейчас сюда. Да? Сейчас я вам покажу. Мы хотим вон в тот ларечек. Вон там ларечек. Там было написано продукты. Хотим посмотреть, может быть, вкусняшек каких-нибудь себе купим. Если на что-нибудь глаз ляжет. Как тепло, блин. Да тут, наверное, на солнце все 30 градусов. Может быть, я даже загореть успею за 40 минут. Классно вообще. Так. Так, так, так. Вот он переход. Сейчас мы тут перейдем. А вот написано, смотрите, видно, вам нет. Бугельме бугульма. Бугульма какая-то. Так, посмотрим, что тут. Ничего не видно. Заварки-то нам не видно. Надо спросить. Может быть, есть, просто на витрине нет. Кто-то поперите. Так, тут какие-то соседки. Вам, наверное, ничего не видно? Ну, не видно. Чак-чак. А вот это бери. Я себе ничего не буду покупать. Можно я пойду? Я себе ничего не буду покупать, потому что я же заказала обед и ужин. Ну, а перекусы у меня есть. Я и фрукты взяла, и там всякие вкусняшки к чаю, если вдруг там проголодать между обедом и ужином. Да, Галя хочет себе заварку чая. Я ей свою предлагаю. Она купила какую-то заварку, и она невкусная оказалась. Ну, с собой в поезд брала. Она говорит, фу, невкусная, неприятная. Я говорю, ну, бери мой чай. И она, не знаю, стесняется или не хочет мой чай. В общем, она говорит, сейчас на остановку приеду, и на остановке куплю себе этот чай. Так что вот она хочет найти. Ну, вообще, мне кажется, это такой какой-то ларек. Тут, видите, больше такое там сосиски. То есть, мне кажется, тут и нету чая. Ну, чтобы именно заварку продавали. Мне кажется, тут, если чай продают, то только... Ну, что, стаканчик уже наливают готовый. Ну, посмотрим. Может быть, туда дальше еще что-нибудь найдем. Может быть, на сам вокзал зайдем. Блин, я в шортах, ребята, ну, смотрите. Офигеть, да? Я говорю, может быть, я даже загореть успею. Так хорошо. Ну, все классно. На улице. Я тут. Расчет меня. Не, я ничего не хочу. Мороженое мне предлагает. Не, ну, я бы как ничего не хочу? Сладкого не хочу. Такую бы я еду поела. Мне обед так еще пока что и не приносили. А сладкого не хочу. У меня сладкого полный этот. Нету? Галь, нету? Пошли туда. Так вот, это же вот этот, Бугульма. Это же вокзал, наверное, написано. Ну, на вокзале-то, может быть, и продают. Сейчас посмотрим. А вон еще ларек продукты написано. Может быть, в этом ларьке есть. Сейчас посмотрим. Ну, если нет, будешь мой пить. Куда деваться? Куда деваться, да. Вот, вот, этот, как ты говоришь? Солдат-швейк. Смотрите. Сфотографируешь меня с ним? Да, сфоткаю. Я всегда с ним фотографирую. Короче, мы уже даже зашли в этот самый вокзал. Тут такая пустота. Вообще, никого. Мы одни. И думали, ну, может быть, тут купить чай. Тут только автоматы и, ну, такой шоколадки, лимонады. Ничего, в общем, нету. Ладно, я говорю, будешь мой пить. Она уже согласилась. От безысходности. Все, идем. Идем. Это не наш поезд уезжает? Нет, нет, нет. Точно? Нет. А так она же была на этом пути. Да это наш поезд. Да нет. Да-да. Это поезд уезжает. Да как это поезд уезжает? Я тебе говорю, это наш поезд. Это наш поезд. Это у вас одна. Уфа-мысла. А где же наш делся? Давай, как перейдем туда. А то он встанет, будет здесь стоять. Подожди, вот. А вот он наш поезд. А я уже испугалась. Народ тоже забеспокоился. Тоже, наверное, плохой у вас стоять. Все. А он туда едет обратно, обратно. Угу. Все, сейчас чуть-чуть постоим, подышим свежим воздухом, и потом пойдем обратно в вагон, в купе. Я, может быть, подзагорю чуть-чуть. Ну, хотя мне нельзя загорать без средства. А средства я еще не покупала, ну, которые от солнышка. Потому что говорят, что беременная, если без средства будет загорать, может такое произойти. Ну, кожа может так среагировать, что она может покрыться пигментными пятнами. То есть в обычной жизни, как бы, такого не происходит обычно. Ну, вот, как бы, во время беременности надо обязательно пользоваться солнцезащитными специальными кремами. И только тогда выходить на солнце. Ну, у меня сейчас нету. Но я, надеюсь, я не покрою с пигментными пятнами. Чего я тут побуду? Нет, ничего, да? Саше созванивалось. Я говорю, как ты? Он переночевал ночь в гостинице. Все хорошо. Вот, ты тоже сейчас уже выехал, едет дальше. Ну, по нашим подсчетам, по нашим планам, я должна завтра приехать в 11 часов дня. И к этому времени должен туда подъехать Саша. То есть мы должны в один период приехать. Он меня забирает на машину. И мы уже едем в деревню к Сашинам родителям. Вот. Если нет, Саша говорит, может быть такое, что ты приедешь. А мне, говорит, еще до тебя ехать, ну, может быть, часочка два. Так что тогда, если так, то я, ну, там, может быть, на том же ЖД вокзале где-нибудь в кафешке посижу, его там два, пару часиков подожду, и потом он меня заберет, и все, и поедем. Но если уж совсем нет, ну, мало ли, что у него там в дороге случится, что он задержится, то тогда меня, ну, Сашины родители заберут им. Ну, вот этот вот вокзал, куда я приеду, он в ста километрах находится от деревни, где Сашины родители живут. Тогда, ну, просто, как бы, эти сто километров отец на машине съездит и заберет меня. В общем, так вот порешали мы с мужем. Все, я как это, пять метров прошла, уже душу как-то, уже задыхаюсь, все, у меня уже такая дышка. Вообще, как тяжело стало ходить. Мне раньше какая-то бабочка порхала, а сейчас еле-еле душа в теле. Все, ладно, наболталась и постою чуть-чуть. Мне принесли обед. Я уже так есть хочу. Почему? Потому что я-то живу еще по своему времени, но организм у меня живет. А здесь уже все переключено на московское время. И получается обед в час дня. Но по моему-то времени это уже три часа дня. Естественно, к трем часам дня мне уже пипец как хочется кушать. А они такие, ну мой обед я уже сдаю в час дня. Я вот ждала, 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 прям из последних сил ждала. В общем, чем меня кормят на обед? Сейчас вам все покажу. Так, на обед у меня суп вот такой вот. Или это борщ, я уже не помню. Сейчас, подождите. Это борщ, вот борщ со сметаной. Булочка. Далее столовые приборы. Ложечка, там вилочка, салфеточка. Также входит в мой обед маленький сок. Что еще, что еще? Вот эти печеньки входят в мой обед. И здесь второе. На второе салат, я так думаю, а, по-моему, свекла с черносливом. И свинина с ананасом. И рис. В общем, вот такой вот у меня обед. Стоимость такого обеда. Так, это обед, да, вот написано. Обед. 394 рубля. Я считаю, что вот если вот так вот, ну, в пользу заказывать, то вообще очень-очень выгодно. За 400 рублей и печенька, и сок, и хлебушек, и первое, и второе. Замечательно. Я наемся, а главное, что поем горячее. То, что там не какой-нибудь сухомятку, да, в поезде буду кушать. А это нормально, горячее, полноценное. В общем, ладно, много болтаю. Пожелайте мне приятного аппетита и я кушать. Ох, все, мне аж дышать тяжело. Я съела все. Все, и первый, и второй салат. Все до последней капли. Представляете, как я проголодалась. Все, теперь лежать, лежать и ничего не делать. Классно, так вы окошко смотришь, да, там. Разная природа, так клево вообще. Я говорю, мне так нравится в поездах ездить. Я бы веки вечные ездила. Ой, 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 поднимите меня. Веки вечные бы ездила в поездах. Здорово. Против света меня вообще плохо видно, да? Вот так вот получше. У меня Дима тоже это, буянить начал перед тем, как, ну, вот я уже кушать начала. Хотите, он, что-то, знаете, у меня же живот так вот ходуном ходил. Он прям требовал, мамка, покорми меня, покорми. Я сейчас поела, я смотрю, и это, и ребеночек успокоился. Прям все, нам хорошо. Много ли нужно беременяжки для счастья покушать? Ой, классно. Пишите мне в комментариях, кто еще любит ездить в поездах. Я вот обожаю. Ну, короче, когда покупали билет, ну, сюда в купешку, и там же написано, ну, что будет предоставляться, там пресса, то-то, то-то, то-то. И было выказано, что будет кондиционер. Я считаю, о, классно, не будет душно, так здорово. Будет холодно, да? Да, будет холодно. Вот. В итоге, ну, вчера еще боль меня, а сегодня уже сидим, ну, с Галиной. Она сказала, Люба, тебе холодно? Я говорю, очень холодно. Она такая, мне тоже, я не могу. Пошли к проводнице. Говорим, отключите нам кондиционер. Он нам не нужен. А оказывается, кондиционер так не отключается, что, допустим, ну, просто вот в этом купе отключить, а в других, чтобы работало. Я так поняла, он идет общий на весь вагон. И в итоге, знаете, что она нам сделала? Сейчас вам покажу. Вот, и у нас в итоге пришла проводница, смотрите, кондиционер, и она нам его просто заткнула, ну, какой-то простынью или чем-то таким, тряпочкой какой-то. Это на пергаре, я тебе позволяю сделать. Ну, да, что-то такое. В общем, отключить, нет такой кнопочки, чтобы его отключить, чтобы он не дул. Она его так подзаткнула, говорит, вам будет потеплее. Ну, если честно, нам не очень тепло, совсем не тепло даже. В общем, что, мне принесли ужин. Сейчас посмотрим, чем нам нас почивают на ужин. Смотрите, точно такие же печеньки, которые давали на обед, я еще прошлые не съела. И сок тоже точно такой же, вот, который на обед давали. Так, ну, и здесь то же самое, приборы, все, уваженная салфетка, соль. И здесь у нас уже идет без супа салат с капустой свежий, пюре и сосиска. Вот такой вот ужин. И стоимость этого ужина, так вот, 333 рубля. Ну, я считаю, очень даже неплохо, зато поем горяченькое все. Приятного мне аппетита. Все, я поела, я приглотила все просто за секунду, вот так, жжжжик, и все, и нет моего ужина. Я говорю, я не наелась. Не знаю, сейчас, либо это сейчас начнет перевариваться, я почувствую чуть позже, чувствую сытости, либо чуть позже я пойду, наверное, еще в ресторан и там буду кушать. Потому что что-то как-то вообще, вообще-вообще кушать хочется. Как это, с голодного края. Ну, потому что домашняя еда, она сытнее, чем вот эта еда. Вот, даже вот это вот пюре, которое я вам показала, картофельное, оно прям, знаете, водяное. Прям вот ты его ешь, и прям вот, ну, вкус воды. А когда дома даже готовишь эту пюрешку, туда добавишь сливочного масла, туда добавишь молочка. И оно, ну, даже вот вроде бы гарнир, но он более такой, не знаю, сытный и приятный. Это все такое какое-то пустненькое. Вы знаете, я не привыкла к такой капустной еде. И Димочка, Димочка у меня тоже не привыкла к капустной еде. Ладно, что. Пошла, вынесу мусор. Пустые контейнеры надо выкинуть. И сок один я выпила. Один еще у меня есть сок. Вкусный, кстати, грушевый. У нас остановка в Ульяновске. Причем остановка такая долгая, минут 40. Что, вон ларечки, пойдем? Мы хотим, так как у нас был не супер сытный ужин. У меня, Вета, все видео о еде. Как будто вообще, короче, меня больше ничего в этой жизни не интересует, только лишь еда. Вот, в общем, раз так как ужин был не супер сытный, мы решили поискать какие-нибудь пирожки нам. Ну и, может быть, даже побольше взять, чтобы еще и на завтрак на завтра. Потому что я завтрак посмотрела, там вообще невкусный завтрак. Гречневая каша с грибами. Что-то как-то я ее не очень хочу. Вот. Либо гречневая каша с луком за 300 рублей. Мы так решили, что да нафиг пустая гречка за 300 рублей есть, да? Вообще. Так что лучше мы уж какой-нибудь пирожок купим. Сейчас, в общем, посмотрим, найдем, что не найдем. Вот я вижу, на ларке написано продукты, вода, соки, мороженое. Пирожки не написано. Но я думаю, будут. Сейчас посмотрим. Вон какие-то пирожки, да? Булочки какие-то. И все? Только булочки? В общем, тут вообще не пробиться. Так, а что, Маш, мы успели на вокзал сходить? Ой, что-то я как-то опасаюсь. Не, ну а сколько поезд стоит? 40 минут же? Ну, там еще есть. Пойдем. Ну, булочку я не хочу, я хочу пирожок. С много-много мяса. Мясник. У меня Дмитрий Александрович мясник. Мясоед. Мини-маркет. Так вот тут мы сейчас все и найдем. В мини-маркете. Пирожки по-любому тут и есть. Вот это очередь. Так, тут сувениры. Да, я там вижу, я вижу там пирожки. Только нужно отстоять очередь. Кто затарился, смотрите, у меня полный пакет. У меня, короче, три пирожка с курицей и две сосиски под сыром. Короче, мне хватит сегодня еще поужинать, так скажем. И завтра позавтракать, чай попить с чем-нибудь таким сытненьким. Все, я счастливый и довольный человек. Ой, на улице так тепло. Вообще, говорю, так непривычно, что тепло на улице. Что ты раздетый и тебе не холодно. Класс, но надо сейчас будет Саше еще позвонить. Узнать, что он там, как он там едет. А то я ему так звоню, и связь-то постоянно обрывается. А сейчас пока мы в городе стоим, связь есть мобильная. Надо ему набрать, где он сейчас проезжает. Узнать. Ой, хорошо. Очень классно. Что, буду, наверное, с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok